Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко, в эфире «Управдом» программа о самом главном ЖКХ. О благоустройстве улиц и дворов, подъездов и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. Сегодня наша программа выходит в необычном формате. Гость нашей студии – самый главный «Управдом» региона. Глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. Максим Борисович, здравствуйте! Людмила, добрый день. Никто меня еще «Управдомом» не называл. Но спасибо вам за такое сравнение. Действительно, область – это один большой дом. И все, что происходит в области – это наши дороги. Это наше здравоохранение, это содержание объектов ЖКХ, поставка ресурсов. Наши социальные проекты, социальная поддержка наших граждан. Действительно, это можно назвать одним большим домом. На выставке «Россия» вы приняли участие в мероприятиях, которые были посвящены Дню строительства и ЖКХ. И на нашем стенде представлены достижения региона в этой отрасли. Я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили наши коллеги, и потом его обсудить. Максим Егоров рассказал Марату Хуснулину о реализации нацпроектов в Тамбовской области, а также поделился планами на будущее. Глава региона представил вице-премьеру социальный комплекс «Серебряная долина» – крупнейший объект, который возводят в регионе по федеральному проекту «Старшее поколение» – нацпроекта «Демография», реализуемого по указу президента страны Владимира Путина. Строительство комплекса ведется с марта 2023 года. Завершение планируется в текущем году. На ВДНХ шла речь и о развитии жилищно-коммунального хозяйства. Одна из главных задач – это достройка коллектора, который мы сейчас делаем в рамках ФНБ в нашем центре Тамбова. Коллектор в городе Маршанск. Конечно же, проблема, которая стоит очень остро в поселке Строитель с водой – это строительство станции обезжелезования, строительство новых водоводов. И, конечно, наши села. Мы должны обеспечить их качественной питьевой водой. Тамбовская область в полном объеме выполняет задачи, поставленные президентом России Владимиром Путином в части реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», одним из важнейших направлений которого является обеспечение жителей доступным жильем. В нашем регионе в 2023 году сдали в эксплуатацию более 480 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 20% выше показателя прошлого года. Тамбовские строители активно участвуют в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры в подшефном Новоайдарском районе ЛНР. Отремонтировано более десятка объектов социальной сферы. Сейчас завершается строительство нового корпуса детской больницы в Новоайдаре. Максим Борисович, какую главную задачу сейчас решает строитель Тамбовской области? Ну, главная задача, которую мы ставим перед собой, это реализация национальных проектов. Это вот как было сейчас в ролике, который мы увидели, в репортаже. Это строительство генеоргологического центра в Сосновском районе. Отдельная задача — это школы. Мы построили в прошлом году, ввели в эксплуатацию две школы общей численностью детей, которые будут учиться. 5 тысяч человек. 1 сентября одну открыли, и уже акты ввода по другой школе, тоже на севере Тамбова, мы подписали акт ввода. Ну, и сейчас будем заполнять школу оборудованием и готовиться к 1 сентября. Школы в Бокино, школы в Волгасово, и у нас школа в новом микроорайоне Волжский, это в районе Киквидзе. Также капитальный ремонт наших школ. Мы уже 24 школы отремонтировали, и до 27 года мы должны еще отремонтировать 41 школу. Особенно это актуально для наших сел, где, в принципе, появляется новая школа. И мы делаем все то, чтобы школы становились новым. И примечательно, и мы гордимся этим, что мы не побоялись в свое время привлекать родителей и учеников школ к непосредственному капитальному ремонту. Мы не заставляем никого ничего делать, мы просто это такой ученический родительский контроль. У нас есть случаи были, когда проект с меддокументацией переделали, потому что родители, которые являются строителями, увидели ошибки в проектировании. Что еще? В репортаже было 480 тысяч квадратных метров до 2023 год, больше на 20%, чем было в 2022 год. Мы не должны избавлять этих темпов. Перед нами поставлена задача президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путиным вкладывать все, чтобы наши жители улучшали свои жилищные условия. Это, конечно, и переселение из аварийно-жилищного фонда. Мы досрочно в прошлом году, 1 июня, завершили программу, которую должны были завершить в сентябре 2025. Сейчас ждем реализации новой программы, мы к этому готовы. И, конечно же, под улучшением жилищных условий наш ограждан – это правильное проведение капитального ремонта на квартирах жилых домов. Максим Борисович, о важности сохранения неповторимого облика старого Тамбова разговоры велись давно. Вот только подступиться к вековым стенам был возможным только сейчас. Вы инициировали, и вы же поддерживаете одну из программ «Наследие Тамбовщины». Она направлена на восстановление многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Мы вместе следили за ходом работы, я предлагаю посмотреть наш сюжет. Давайте. Подрядчик заканчивает последние штрихи к портрету начала 20 века. А как иначе, фасад дома – ничто иное, как его лицо. Отсюда и слово в русском языке – улица. Дорога – улица дома. Сделали инъекцию стен, укрепили трещины, потом уже сделали штукатурку обратную. И жители нам помогли найти такую плитку, и мы обратно ее восстановили. Привести в порядок объекты культурного наследия стало возможным благодаря программе «Наследие Тамбовщины», инициированной главой региона. Эти строения, как правило, малоэтажные, поэтому средств, которые жители платят фонд капремонта, на серьезную реконструкцию не хватает. Нам очень приятно, что дом возродился. Он имеет совсем иной вид, нежели, скажем, несколько месяцев назад. Укреплен не только отреставрирован фасад, но и укреплены фундаменты. Дом со всех сторон укреплен, и нас это, конечно, радует. Договор на подрядные работы был заключен еще в мае, и уже летом специалисты приступили к работе. Стоимость восстановления крыши, усиления стен, восстановления кирпичной кладки и облицовочной плитки фасада составила 8 миллионов 890 рублей. Архитектурный комплекс на коммунальной, и не одно поколение его обитателей ждали капитального ремонта больше 100 лет. Предметом охраны здания являются фасады. Именно они определяют исторический облик города. Также были усилены стены, методы инвестирования, восстановлена кирпичная кладка в арке, затем было все оштукатурено специальными составами и покрашено, что вы сейчас можете видеть. В общей сложности по программе «Наследие Тамбовщины» будут отремонтированы 16 жилых домов, объектов культурного наследия. На ее реализацию направлено 177 миллионов рублей. Программа позволит сохранить исторический облик не только областного центра, но и Мичуринская, и Маршанская. Максим Борисович, во время этих работ, мы видели сами, ездили на съемки, применяют самые современные технологии и материалы. Они позволят сохранить и кирпичную кладку, которая была до революции, и элементы декора. Это очень важно. Почему возникла необходимость в инициировании программы «Наследие Тамбовщины»? Вы знаете, мы сейчас видели три дома на коммунальной, там проживает всего лишь 45, если не ошибаюсь, жителей. И мы понимаем, что реставрационная работа или ремонт кровли в таких домах, которые являются памятниками культурного наследия, фасадов, это очень дорогие работы. Жители, к сожалению, никогда бы не смогли это сделать. Мы изучили большой опыт других субъектов Российской Федерации, где за счет бюджета областного либо городского идет дофинансирование фондов капитального ремонта и ремонтируются объекты культурного наследия. Ну, здесь один из лидеров у нас, конечно, это является столица нашей родины Москва, это город Калининград, Калининградская область, Нижегородская область, республика Татарстан и ряд других субъектов. Мы изучили этот опыт и решили также это возобновить у нас. Не хочется потерять действительно такой изумительный, такой трогательный исторический облик нашего города, центральных улиц. И хорошо, что у нас нет точечной застройки, но она есть, но в центре ее мало. Знаете, вот ты приезжаешь в город, не буду называть, чтобы не обидеть жителей города. Как зубы, такие большие, между объектами культуры наследия, есть высокие здания, у нас этого нет. И, конечно, это очень здорово, и мы должны это делать. Три дома мы сделали, минимум 7 домов будем делать в этом году, возможно, это будет 13. И я уверен, что мы в будущие годы будем данные объекты ремонтировать. И, знаете, сразу как глаз даже вспомнить. Вы знаете, на будущее, может быть, если мы будем делать такие репортажи, вы покажете, как было и как стало. Просто можно снять дом до ремонта, мы можем даже фотографии дать или что-то, и люди будут это видеть. Мы, вернусь к первому вопросу, мы презентовали, я встречался с активистами родительских комитетов школ в Тамбовской области, и мы сделали презентационный ролик по капитальному ремонту школ. И особенно это было интересно, и отличный отзыв был у родителей, которые капитальный ремонт только заходит. Вот у нас была старая школа, и с этого же ракурса мы снимали, и она новая, и родители говорят, что у нас так будет. И мы тоже можем показывать с вами, как будет тот или иной дом после капитального ремонта. Максим Борисович, эти дома очень часто попадали в объекты нашего профессионального внимания, мы в них были. Всегда с сожалением отмечали, что они находятся в плачевном состоянии, и вот бы хорошо, если они попали в программу капремонта. Ну, наконец-то это стало возможным. Какие еще города, в каких городах будут отремонтированы такие объекты? Ну, это будет Мичуринск и Маршанск. Отдельно хочу сказать, что мы комплексно подходим к развитию территорий. Например, в Мичуринске мы благоустроим центр города, и рядом с благоустроенными территориями, которые у нас были победителем, в том числе конкурса малогородов и исторических поселений, мы будем на центральных улицах капитально ремонтировать уникальные дома. Потому что, давайте возьмем просто пример, ни один дом, который построен был в 19-м, в начале 20-го века, он не похож на другой. Да, может быть, существовали типовые проекты, но все равно какая-то изюминка в части оформления, в части оформления фасадов, балконов, входных групп, они все отличаются. Та же самая плитка кабанчик, которая является такой визитной карточкой модерна. В нашем регионе реализуются программы благоустройства. Города наши становятся уютными, красивыми, комфортными. Активно ремонтируются дворы, преображаются скверы, парки, и появляются места качественного отдыха. Это спортивные уголки и большие площадки, где интересны и малышам, и взрослым. Я предлагаю посмотреть наш сюжет. Мороз и зимний ветерок вовсе не повод отказать себе в удовольствии покататься на качелях. Благоустроенный двор на Мичуринской стал новым местом притяжения детворей и молодых мам. Погулять с комфортом теперь можно рядом с домом. Проект с нами согласовывали. Просили мы кольца баскетбольные, нам поставили горку новую, нам сделали. У нас, говорю, все абсолютно устраивает. Есть где теперь погулять и покататься. Дворовая территория в районе Мичуринской 165 была благоустроена по программе «Дорога к дому». Региональная программа благоустройства была презентована главой Тамбовской области Максимом Егоровым еще в 2022 году, стаб логичным продолжением проекта «Дворы Тамбовщины». В списке адресов «Дороги к дому» не только небольшие пространства между дворами, но и сложившиеся годами традиционные места отдыха. Детей у нас всегда много. Это вот сейчас, я понимаю, а летом вы приехали, посмотрели, у нас кишат. Есть и зона для подростковых, пожалуйста, кстати, там даже не столько подростковых, сколько бабули сидят, качаются. Я считаю, что у нас все теперь замечательно, все очень довольны. В основу «Дороги к дому» легла идея комплексного благоустройства территории. Программа позволила связать в единое современное и комфортное городское пространство дворы и большие общественные территории, а также сформировать межквартальные связи. Таким образом, в единую инфраструктуру объединяются дворы, поликлиники, детские сады, школы, скверы и парки. Максим Борисович, вы стали инициатором нового проекта «Дорога к дому всей семьей». В чем его изюминка? Ну, не я стал. Вообще, могу рассказать одну историю. Мы проводили совещание по выбору территорий в наших городах для голосования, которое ежегодно производится в регионе, как во всей стране, по объектам 2025 года. И нам Вера Соколова, глава города Рассказово, рассказала историю про ту общественную территорию, которую они хотят благоустроить в 2025 году. На бывшей птицефабрике Арженко, которая была, была найдена скульптура семьи, или даже скульптурная композиция, которая, если я не ошибаюсь, в 50-х или 60-х годах стояла на территории завода. И один из предпринимателей напротив своего бизнеса поставил скульптуру, отремонтировал свой счет. И они хотели бы устроить и сделать семейный парк. И мы с коллегами сидим, как-то обсуждаем все это. И, конечно же, мы все помним, что 2024 год в нашем стране объявлен нашим президентом Владимиром Ильичем Путином годом семьи. И пришла идея сделать в каждом муниципальном и городском округе семейный парк или семейный сквер. И чтобы сделать подарок жителям, что мы запустили, мы в конце декабря анонсировали, запустили первый этап и сделали голосование. Что должно быть, по мнению жителей того или иного муниципального округа, на первую очередь в семейном парке или семейном сквере. Проголосовало за две недели, до 20 января у нас, или 21 было голосование, проголосало 25 тысяч человек. И сейчас мы запускаем второй этап, где мы будем уже обсуждать в том числе дизайн-проекты, наполняемость уже, что должно быть в данном семейном парке. Вот родилась такая идея, дорога к дому всей семьей. Из областного бюджета мы на это выделяем полмиллиарда рублей. Представляете, у нас появится 30 минимум, потому что я думаю, что в Тамбове у нас будет не одна территория, 30 семейных парков. И отдельно, конечно же, мы будем отделять внимание семейным династиям, семьям, которые прославили село, округ, область, всю страну, те семьи, которые там жили. Это же очень здорово, это наша память. Максим Борисович, обычно программа благоустройства приходит в городские территории. Что с сельскими территориями? У нас их большинство. Так, я и говорю, у нас в каждом муниципальном округе появится парк или сквер, потому что мы делаем действительно по программе «Комфортная городская среда» какие-то мероприятия в селах, но это сводится к тому, что либо что-то асфальтируется, либо кладется плитка и устанавливаются лавочки. А здесь мы будем делать хорошие скверы. Почему мы решили это сделать для каждого муниципального округа? И, конечно же, мы стремимся к тому и хотим выполнять, и будем выполнять задачи, которые перед нами ставит наш президент Владимир Владимирович Путин в части, что жизнь населения должна отличаться от городской. Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в студии в гостях программы «Управдом» был главный управдом нашего региона, глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. И мы обсуждали насущные проблемы сферы ЖКХ и строительства. Это была программа «Управдом». До встречи.